Мы уже прошли тренировки И мы сейчас будем готовить печенье все-таки Уважайся в поливе Из окна, из окна А вот потому что это злые люди Я как открытая книга Я поэтому и смотрю сериалы, потому что у меня нет с ним общаться Господи, кому они вообще вставляют Сюда подойди Мне будет страх не сдать Какое бурство Как можно сдать деньги все-таки Это просто САГМАЙДИ Такие веселые будут Всем доброе утро Почти час дня Сегодня я стала гораздо позднее, чем обычно Не знаю почему и в чем это связано Но в общем да, сразу несколько хороших новостей Во-первых, мы сдали все Экзамены, которые нам нужны Которые должны были мы сдать в нашем обучении Короче у нас закончился семестр И нам надо было сдавать экзамены Соответственно мы все сдали Поэтому сейчас начинаются мини-каникулы Второе то, что нам ничего не отключили Я сегодня думала начать этот влог Всем привет из каменной веки На самом деле нет, ничего не закрыли Все нормально, я сегодня зашла в инсту Да и вчера мы в принципе За часу где-то не спали и мы зашли в инсту И как бы она работала Но сегодня мы даже открыли И все работало и в принципе норм Пока все окей И если что у нас есть VPN Поэтому вот Поэтому так, утро началось сразу с хороших новостей Сейчас начнется весна, начнет Теперь вообще будет супер Захочется жить по-новому Потому что осенью вообще не хочется жить Темой это вообще поддыхает А весной все супер Сегодня нам еще Поставить Вот тут хожу Сегодня нам еще Надо пойти На тренировку И Ника говорила Что она еще сегодня Хочет пить печенье Поэтому сегодня Наверное еще будем пить печенье Может быть это не точно Но может быть Вчера я начала монтировать Новый влог Я как-то быстро начала их Монтировать Потому что Я подумала Блин, я хочу Короче на постоянное знаю Выпускать А не так, что я выпускаю один влог Потом неделю отдыхаю Потом неделю снимаю И короче Хочу как-то чтобы они были В каком-то больше лайфстайл режим Потому что мне не нравится Как сейчас все Да и плюс никакого толка нет От того, что они выходят Раз в неделю Понимаете? Но единственное Что меня волнует Что в этих влогах Тогда будет мало монтажа Потому что если я буду Стараться снимать Почти каждый день А я хочу начать снимать каждый день В ближайший месяц Наверное даже полтора Я планирую просто Отдыхать От уроков именно Не именно от всего Просто без денег А именно просто отдыхать И делать то, что мне хочется Потому что уроки Прям сильно зажимали в рамки И вообще ничего не хотелось сделать Просто хотелось Вот побыстрее дает уроки И лечь посмотреть сериальчик Вот все, что хотелось Я поэтому поняла Почему мне не нравилась школа Потому что после школы Ты приходишь И тебе ничего не хочется делать Кроме как лечь посмотреть сериальчик Поэтому я за то, чтобы у тебя в жизни Были такие большие выходные От учебы От школы От вообще всего Чтобы ты мог Чисто вот заниматься тем, что тебе нравится Кстати Насчет штатива Который я чинила Видите с ним все окей Вообще Я не понимаю Почему я раньше этого не сделала Потому что это Очень удобно Пожалуйста Пять секунд И он стоит Я обычно на это трачу времени Наверное По минуте где-то Чтобы поставить нормально Чтобы был кадр нормальный А тут просто раз, два и все Ну да, конечно Со своими кривыми руками Еще надо получиться Ну в общем В принципе сейчас дни будут идти более как-то спокойно Не медленно Потому что Потому что В принципе нам ничего делать не надо будет Никакие уроки учить не надо будет Потому что я опять же таки говорю Я наверное последний месяц Я сидела все время Учила экономику Потому что именно с ней были кое-какие проблемы Я просто учила экономику И я реально я просыпаюсь С каким-то чувством тревожности Из-за того, что надо учить У меня был страх не сдать Да И например, если бы я тогда просыпалась в час дня Я бы думала Господи, день уже почти прошел Я еще даже ни разу не открывала тетрадку Ничего не учила Какой кошмар И так далее Да, ненавижу вообще учебу Учиться Потому что учеба вгоняет людей в рамки Которые люди как бы не должны вгоняться Люди должны сами себе строить Нет, люди вообще не должны строить себе рамки Из-за этого мы тупеем Потому что мы боимся Чего-то не успеть Не сдать Понимаете Это вызывает у нас страх, злость, ненависть К другим, к окружающим Поэтому учиться надо в меру А лучше вообще не учиться Лучше делать то, что тебе нравится Курсы психолога Буду еще собраться Встретимся, наверное, уже где-то вечером Так, спасибо Сейчас пол пятого И смотрите, как у нас погода По-моему, у нас прям весна уже начинает Ой, какие облака красивые В общем, да, у нас уже, по-моему, весна начинается Мы уже собрались Готовые На тренировку нам сегодня идти надо Вы еще не видели Нику Ника, привет Тренировка Ееееее Ты рада? Конечно Ты уже не видишь, как он урил Да, я вижу Ника всегда рада Она, в самом деле, была инициатором того, чтобы Большую тренировку Спасибо большое за это Я просто буду благодарна Им на протяжение всей жизни Что показать вам хотела я Вот это вот прекрасного мальчика Растет Радует меня каждый день Да, сейчас ждем папу Он скоро за нами приедет И поедем на тренировку Мучиться Но сегодня, на самом деле, должна быть легкая Легкая должна быть тренировка Потому что у нас сегодня день рук А когда у нас день рук То тренировка не такая сложная Поэтому вот Миллион Миллион Алый хрон Из окна Из окна Из окна Видишь ты Ой, что вы делаете? Вау, это кто? Смотри, хочешь, конечно, покажу Ой, какой прекрасный мальчик Вау, какой красивый Муааа Сейчас, сейчас, сейчас Да Главное, когда я ее снимаю Она на меня орет, что я опозорен на весь интернет А я не говорю, что ты Выкладываешь свой инстаграм Я не выкладываю тебя в свой инстаграм Епут По крайней мере, ты этого не видишь Что? Нельзя Что там? Обожаю сюрпризы Вау Вау, какой красивый Прекрасный Просто Вот так Это все время так Она все время надуна издевается Я не понимаю Я над Егором не издеваюсь Так, например Да, конечно Конечно Я Я как открытая книга Мне нечего скрывать Ты даже этот момент вырежешь Потому что ты Выкладываешь себя Меньким Тюридическим Ангелочком Спорим не вырежу Ну, конечно, если мы спорим Тут вставить Вставить? Тому совершенно Да что за пленотнические шутки? Никому не надо вставлять Обожаю смотреть сериалы Юмор становится гораздо обширней В любых понятиях Обширней, блин Он становится дебильней Кому-то вставить Блин Ничего не надо Никому вставлять Ты сама заметила Кому-то вставить Ты не сказала это Ты начала Ты начала О, Васенька Ударила его Прости, маленький Прости Подставила сестру Вот сама говорит, смотри Я даже ничего не стала говорить Ты такая Вставишь? Кому вставишь? Посмотри Нет А вот потому что ты там вырежешь Слопнула дверь только Потому что здесь Вася Вот такие веселые будни Cool? По-моему cool Все, давайте Bye Увидимся уже вечным Мы сегодня, кстати, будем готовить печенье? Я сегодня говорила, что на печенье будем готовить Вот говорила я готовить Брехание сранное Ты же не была печенье Хотя тебе это не брехать Завтра сделаем И ты нарез Ту за сегодня сделаешь Будем делать печенье? Почему? Ты же хотела Я не хотела Я сказала, что я не хочу сейчас печать Ну окей Значит не будем Уже набрехала, потому что ты всегда печала И не выполняешь И не выполняешь Печенька сажала Нет, я имею ввиду, что я сказала Я просто вырежу и все А ты-то хотела печенье делать Что ты сегодняшний день не ставишь? Кому? Давай Давай Даша, ну что за дебильные шутки, блин? Блин, тебя не видно Да посрать Вставить кому-то, Даша Ты что это? С сошниками из нашего дома пообщалась? Я не с кем не общалась Я сижу дома целыми днями Я поэтому и смотрю сериалы Потому что мне не с кем общаться Вот оттуда и беру Все самое лучшее Не нужно наносить Это понятно Не вставляет Кому? Он не вставляет Кому? Господи, Ника, такая кринжиха Если честно Я уже не знаю Этот полчаса кому-то вставить Я соседи за стеной Господи, кому они вообще вставляют Я не могу за стеной Вставить Треш, треш Я Ники говорю за то, что мы живем в деревне, тут будет вкусно пахнуть вечером, ой, вечером, летом. Ты знаешь, как открываете машина? Я знаю. Вот это кнопка, да? Нет, просто подходишь, просто подойди. Сюда подойди! Отсмотр машины ходит. Отсмотр машины. Открывай. Ты меня навлекала. Нет, открывай, открывай. Все, видишь? Она мне врет. Hi, гай, pretty like a girl. Hi, for my blog. Не вставляй. Ты уже придумала, куда будешь записывать видео вместо YouTube? YouTube не блокирует. А если заблокирует? А что с отцентом? Нормально. Мои сладки. Мои сладки. Мои сладки. На летних каникулах. Суми булочку этого дома. Банечка. Самый, самый дальний. Скажи что-то своему будущему мужу. Тебе повезло. Ты самый счастливый человек на свете. Ты сам... Так. Всем снова high. В общем, сейчас уже без 20... Без 28, да. Мы уже пришли с тренировки. И мы сейчас будем готовить печенье. Все-таки Ника согласилась. Вы согласны? Скажите, пожалуйста, пару слов. Верука вы что, верук? Федук. В общем, да. Сейчас будем готовить печенье. И те, кто собрался сюда и думает, что мы будем сами готовить тесто. Нет. У нас есть специальная смесь для имбирного печенья. Встань, бэби. Хей! Так, наверное, будет даже легче. Расскажи, какой был прикольный детям. В общем, да. Что еще? У нас, кстати, еще такая же штука есть с вафлями. Да, но вафли... Если вы хотите меня убить, не заманивайте конфетами и печеньками. Залоните вот такими желательно с этим. Ну, знаете, вафли, они больше на утро. Обычно мы вечером готовим что-нибудь такое. Печеньки, знаете, чтобы потом вечерком с молочком попить. Не нравится мне этот кадр. Ну, ладно, давай я буду снимать, а ты будешь рассказывать. Давай, берем вот эту штуку. Давай, говори. Берем, нюхаем для начала. Давай сразу прочитаем, как тут надо сделать. Начать. Разогрейте духовку до температуры 180-200 градусов. Добавьте в смесь сливочное масло или маргарин к воду. И смешайте до получения однородной массы. Блин, я вас все-таки поставлю. Мне неудобно. Дайте постоять, тесто 5 минут. Ой, знаешь, ничего не надо стоять. Вот если 20 минут, то 5 минут ему хватит. А если 5 минут, то вообще не надо. А у нас есть формочки. Блин, лепить придется. Нееет. Вырезать ножом будем вырезать. А давай разные сделаем. Какими-то просто человечками. Давай вылепим что-нибудь. Вылепим. Как мы утром шутили? Вы арестовали? Нет. Блин. Не войдите. Не пости. Что? Не вставляй. А, господи. Не вставляй. Я уже и забыла. Даша ужасная на самом деле. Я никогда не... Пошлые шутки, это вообще не мое. Да, конечно. А я вообще никогда на эту тему не сучу. Мне против... Сейчас, секунду, секунду. Ага, все. Я никогда на тему пошлого чего-то не... На тему пошлого. Ага. На тему пошлого ничего не шучу. Это ты у нас любительница. Своих бесстыжих посмотрела. Тебе кому-то вставьте. Кому-то войдите. Я на самом деле на такие же... Ага. Нет, я шучу только вот с тобой. Я так-то больше никому не говорю. А мне противно. На ней общение, если я встречу нового человека, то я никогда не буду в компании. Да, поэтому нужно Ники запекать, что кому-то войдите. Войдите. Кто-то привыкла к моей щезофрении вечно? Там надо 120 грамм, тут, по-моему, грамм 100. Да ничего страшного. Тебе еще надо зашпалить. Масло это... Основа этого, она вкуснее так будет с маслом. Ааа, смотрите, как классно сидит. Блин, мне вот этот кадр больше нравится. Почему она кривая? Потому что ее хозяйка я. Видите, влиток, 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 влиток. И можно узнать, я не шучу таки. Если это что-то кринжовое, я это вырежу. Это просто сосед. А сак май дик это? Ты разводишь меня на то, что я говорила такие ужасные вещи. Никто не сак, не... Никто не сак май дик. Я могу... Ааа, все. Ааа, смотри, смотри. Мы на самом деле очень воспитанные люди. И такие пошлые шутки, это вообще не наши. Ну, я могу послушать. Мне будет немного непротивно, но мне будет некомфортно. С человеком, который шутит пошлыми шутками. Стремые горы это исключение. Вот Даша посмотрела своих бесстыжих. И теперь все шутки склоняются к кексу какому-то. На тему бесстыжих я почему еще люблю смотреть сериалы. Потому что ты когда смотришь сериалы, я потом вообще начинаю воспринимать по-другому разные вещи. То есть, например, я когда только начала смотреть бесстыжих, я помню даже этот день. Я первую серию посмотрела. Для меня такой шок был, что там происходило. То есть первый сезон я смотрела просто как думала просто в афиге. и как вообще реально это могли смотреть. И как вообще люди могли так жить. А сейчас я отношусь к этому так, что типа... Ну, в принципе, нормально. На большинство ситуаций я говорю, типа пофиг. Поэтому мне кажется, что все равно, когда ты смотришь сериалы, на тебя они как-то влияют. Потом ты как бы в разных ситуациях реагируешь. Блин, Минт, откровение. В разных ситуациях ты потом реагируешь по-разному. За счет того, что ты как бы в сериале не делаешь. На что, на потрохушке реагируешь по-разному? В плане того, что, например, до просмотра бесстыжих, я такая, ого, Господи, какой трэш. А после просмотра бесстыжих, я такая думаю, ой, Джим, давай, какая ситуация, Джим. Похуже бывает. Например, сломалась ножка стула. Я, например, Там что-то защемило. Видео 24 часа, бьемся об глупые предметы. Например, вот представим, отломалась ножка стула. Ничего себе, жечь какая. Было мне лет 12, я бы пипец как обостралась. Я была цехим ребенком. Ну да, у тебя тогда панички были. Вот, да. Естественно, когда я посмотрела бесстыжих, мое лучшее, мне переносы. И сейчас, например, рассломалась вот он, ну, толком уже. Ножка стула. Я просто сейчас такая, типа, он посрать как-то. Ну, это такая мелкая ситуация. Да, конечно, здесь какие-нибудь... Я поняла, к чему ты клёнишь. Вот, я к этому, что, типа, сериал все равно как-то меняет человека. Понятное дело, что разные сериалы бывают. Если ты узнаешь какой-нибудь сериал... Нет. Хорошо, такие вещи, ладно. Я сколько бы сериалов не смотрела, вот эти треные шутки по типу... По какому типу? Я не буду озвучивать. Ну, типа... Стоить кому-то? Да! Клинш, тебе, в общем, они не нравятся. Да, я помню, я хотела посмотреть «Инфорию». Я зашла первую серию посмотреть, и я была в таком шоке. Просто порнушка, откровенно, порнушка... Я такая, так, всё, Ника, нет, я не буду... Потому что мне даже немного противно смотреть, но только кто-то сосётся. Потому что там кто-то перепихивается, и это тем более. Не, ну я вот тоже. Например, да, вот... Не, она не... Вообще... Замешивай двумя руками! Да, вот так. Этот. Я, например, когда тоже вот ещё не смотрела вообще сериал, для меня тоже там, когда кто-то целуется в фильме, это вообще жопа была и так далее. Особенно, если это геев. Очень смешно, очень смешно, Ника. Давай, давай, шути, шути, давай. Мы посмеёмся все. Давай, оскорбляй. А почему? А что в этом постыдного? Так, потом Брайана... Блин, крыша какой-то. Например, вот я тоже реагировала на все поцелуи, так что, типа, о господи, пипец, поцелуй и так далее. Ну, что они делают? Опять же-таки говорю, ну я, кстати, «Эйфорию» посмотрела первее, чем «Бестыжие». И я думала, «Эйфория» — это максимум. Но, как я начала посмотреть «Бестыжие», я поняла, что максимум прям вообще этот. Ну, короче, «Бестыжие». Я, на самом деле, реагирую в кино в этом. Я реагирую, то есть, блин, это же кино, типа, это же невзаправда. Ну и что же там показано? Блин, «Бестыжие» — это очень правдиво. Например, если бы я прям порнуху откровенно смотрела, то это да, было бы странно. Я была как-то извращенна. А также я смотрю просто фильм, правильно? Просто фильм. Да-да, он в фильме похуже, чем в порнухе, наверное. И тем более у меня, как бы, взрослый возраст. Мне же не 10 лет правильно. Вот всё. Мы не смотрим порно, мы его читаем. Да, мы читаем книги. Да, вот такие мы умные. Не будем отвечать, про что мы читаем книги. Нормальные люди. Это что? «Сказка о принцессе» и я... Так, брюнет-абьюзер с высоким ростом. Нет, у меня нет, не брюнет. Блоддин или русый. Русый-абьюзер. Ника вообще читала фанфики с Пейтоном. Это её... Какое-то клеймо всю нашу жизнь. Пейтон, если ты смотришь, ты легенда фандома. У тебя уже не фанфики о книге. Заметьте, Пуф Пейтон. Я кринжовала. Это вот так... П, нижнее подчёркивание О, нижнее подчёркивание В, нижнее подчёркивание А, нижнее подчёркивание У, нижнее подчёркивание Т, нижнее подчёркивание О, нижнее подчёркивание Н. Все? Да. Ничего ещё хотела сказать насчёт книг. Вот я вообще тоже... От сериалов, да давайте книгам отойдём. Пока Ника готовит, я вам буду всё тут говорить. Никита, нет. Уткровение. Вообще, я такая была насчёт книг. То есть я прям ненавидела читать Я думала, что я ненавижу читать Потому что всю, на протяжении всей школьной жизни Нам какие рассказы давали Нет, не Мумо, блин Пиковая дама, да, вот это все фигня Которые, блин, я даже сейчас не вспомню уже Ну, короче, вот эта вся литература говняная, парашная Которая, как бы, классика Но как бы она уже, блин, уже всех бесит, как бы Вот, и я, конечно же, читала Потому что я хотела себе нормальные оценки Ника не читала, поэтому, как бы, она вот такая Вот, и я все читала, и я себе просто крылась Что когда мы закончим учиться Я в жизни никогда ни одну книгу не открою Потому что вот у меня ассоциации были с чтением Такие, что вот оно такое нудное Фукусно тебе? Глистые рады Что чтение такое нудное И, соответственно, когда мы только закончили школу Я, ну, прям вообще, то есть, не читала, не писала Ничего, просто у меня вот школа отбила все желание А потом как-то в ТикТоке попался отрывок из книги какой-то Я такая, блин, прикольно, естественно Про парней абьюзеров Естественно, да Причем, что читает Даша Пять парней абьюзеров Одна девочка Как бы не будем продолжать, ладно? Бумажная принцесса Все братья, все пять братьев абьюзеры И маленькая девочка, которая очень милая Это... Вот, и мне попался отрывок в ТикТоке И я, естественно, заинтересовалась Забила в ТикТоке Забила в интернете Я еще тогда не думала Слово абьюзер меня более-менее... Шести книг И я шесть книг Вы просто не поверите Я прочитала их Я прочитала эти книги Вот шесть книг Я прочитала, наверное, за неделю с половиной Короче, я одну книгу в ночь Вот, то есть я ложилась спать в часов восемь И могла вот одну книгу за один вечер прочесть Вот настолько мне начало нравиться Я все шесть книг прочитала Потом подумала, все, больше не буду читать Вот, а потом Так я думаю, блин, нет, мне понравилось это И я действительно тогда поняла, что чтение бывает, оказывается, не просто вот занудным Поэтому опять же говорю, учиться надо в меру, либо вообще не учиться У меня просто сегодня уже была такая тема утром Я сегодня утром на камеру говорила, что учиться вообще не надо, что учиться это говно Потому что учеба забирает лучшие годы жизни Да, Вася? Что, все готово? Пока я тут высказывала свои недовольства У тебя на волосах, Мико, все Или это что? Это листы? Перхоть? Нет, это что-то липкое Это сопли? Да Ты как не берешь, ты постоянно пытаешься меня засрать Вот поэтому я не снимаюсь в твоих видео Потому что, что это тебе направлено меня, как ты начинаешь меня херососить? Ты можешь меня засирать, я не против Да ты не вставляешь это Кому вставляешь? Да, блин, это хватит Ты ты меня склоняешь на вставки кому? Ника, вставлять потом будешь когда-нибудь Даша, никому вставлять не буду, отстань Ну да, ты не будешь никому вставлять Ну это Ну почему мне вставлять некомфортно, как с мальчиком? В смысле, я твоя сестра Вот именно Мы можем общаться на такие темы, я твоя сестра Не можем мы общаться, ты меня никому вставит Это ты кого-то пытаешься вставить Я не пытаюсь никому вставить Что он там делает? Ну-ка, шел отсюда Вот сюда, к своему брату Когда я начинаю тебя... С той стороны А, с той стороны, окей Это моя нерабочая сторона Когда... Когда ты меня засираешь Ты это выкладываешь Учишься на уроках На ошибках Когда ты меня засираешь Ты это выкладываешь А когда я тебя засираю И подшучивую на тобой Ты это не вставляешь Кому-что ли? Что? Ты когда меня засираешь Я тоже все это выкладываю Я вырезаю моменты Я вообще мало чего вырезаю Я вырезаю в основном момент Который либо плохое качество Либо который ненужный у нас нет каталки так вот что ты меня да и опять же таки говорю я выкладываю вырезать только те кадры на реальность где плохое качество или где скучно вот так скучно то есть когда тебя засираю ты не стараешь потому что это скучно я все вставляю блин мы такие ужасные да это просто засуни в противень а потом печеньки меда сделаем просто наши смысла нет мы не сможем не раскатать ничего нас не веришь верю вообще но как-то не очень темы для обсуждения закончены до самом деле когда мы одни дома у нас таких разговоров нет да мы как-то вообще не общаемся потому что ты со мной не сгариваешь да конечно я когда начинаю с тобой разговаривать мне сразу начинаешь абьюзить дальше кто сказал что это плохо а кто сказал что это плохо никто не сказал что это плохо это нормально что там постыдно нету это мне нечего объ Luna правильно это мне ничего поведено правильно все с мужиком с мужиком что это именно что мое дело про реально были такие шутки ужасно даже не знаю вставлять или нет не можем соскочить ним чтобы тебе было все хватит мы культурные леди вообще-то и мы никому не будем ничего вставлять хотя потому что мы леди во-вторых что мы культурные В обоих смыслах? Потому что мы леди скорее. Я тебе говорю, давай просто на противень его покладём, а потом разрежем, как мы лепим. Да нужно же хоть немного его сделать в адекватное состояние привести. Да какое ему плохо, Ника? Я в этой футболке сегодня в спортзале была. Да, и дома ходишь теперь. Да. Пот собрала весь, теперь печенье нам лепишь. Пипец, блин. Я не буду это печенье. Ну и ладно. Мы сегодня были в спортзале когда. Там были какие-то странные мальчики, ты не видела? Нет, какие. Я не знаю. А что там постыдного, что они мальчики странные? Это ты нашла, что ты постыдный? Блин, можно я присяду? Я ничего не нашла. Давай, давай, продолжаем. Я не сказала, что они были плохими, но просто они были очень странными. Почему? Не знаю, они меня пугали. Меня вообще бесят немного люди. А что у них такого было? А? А что у них такого было? Не знаю, они были странными просто. Просто странными? Да. Нет, в смысле странные почему? Лица у них были странными? Они, во-первых, были толпой. Я вообще не видела. Когда мальчики толпой, это вообще отдельный вид искусства, гопничество и не про всех, конечно, но в основном, если мальчики ходят толпой, то всё, у них там силы. Я даже не поняла, про кого ты говоришь, я никого не видела. Там, короче, такой русый ходил. Сегодня полспортзала было мальчиков, если не весь. Я не смотрю в спортзале на мальчиков. А на них смотрела, значит? Потому что они вели себя вызывающе. Или хотела наброситься на каждого? На кого я не хотела наброситься? Они вели себя странно. Я в спортзал прихожу заниматься, в отличие от некоторых, а не смотреть на мальчиков. Я не смотрю на мальчиков, поэтому я никого не заметила. А вот ты заметила, потому что они вели себя вызывающе. Бро, стирали! Давай дальше историю. Вот, они ну что, не история, это просто... Вели они себя так странно, они, знаешь, толпой и такие, типа, крутые. Меня это прям бесит, когда... Мм. Я на самом деле сейчас на спортзал ходим, я на самом деле думала, что там будут какие-нибудь вот такие, но там все такие простые, более-менее, да? Я прям, вот насчёт этого я прям циковала, думала, что там будут какие-нибудь... Орлы. Офники, да, орлы и так далее. А так он вроде норм. Мы ещё, когда первый раз... Ну, не первый раз мы, когда только пришли в спортзал. Короче, мы были в спортзале, и что я... Я социофоб, Даша немного. И мы, короче, я занимаюсь, смотрю, к Даше подходит какой-то пацан, начинает сидеть разговаривать. Я просто так угорать начала. И потом я подошла к Даше, оказалось, что он просто спрашивал, сколько подходов нам осталось. Теперь более углублённая история. Я стою с тренажёра, вот такая вот, встаю, и, значит, стою, у меня в глазах темнеет, кружится, я там запыхана, такая, встаю вот так вот. И он ко мне подходит и спрашивает, тебе сколько тут ещё осталось? Я такая, что? Я, во-первых, не ослышала. Он такая, что? Вот так вот, с глазами полуоткрытыми, потому что, как бы, я думала, что я чуть-чуть, если я сейчас открою глаза и выпрямлюсь, то я точно упаду в обморок. Он такой, сколько тут тебе ещё осталось? Я такая, где-то ещё три подхода. Он, а, окей, и ушёл. Я такая, слава богу, на этом диалог у нас закончен, вот, видео. Ну, я там просто испугался моего вида, бедняга. Не люблю ходить в спортзал по одной причине, что там слишком много народу, и я боюсь с ними общаться. Вот, подходит какой-нибудь пацан, и сколько вам подходов осталось? И ты такой, уйдя, 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 уйдя! Типа, он просто спросил, сколько нам подходов осталось, а мне уже неприятно с ним общаться. Типа, знаешь, вот эти вот инстафигни, пришла в спортзал. Инстафигни? Может, инсталюди? Ну да. Не ставлю. Вот инста-модели, типа, выкладывают, я в спортзале, там красотка накрашена. Ни один нормальный человек в спортзале так не выглядит. Ты смотришь на все, я думала, что я постоянно краснею и выгляжу, как мучачо, которому нужна помощь. Но нет, на самом деле, почти все в спортзале выглядят абсолютно так же. И я такая, блин, как я выгляжу, когда это делаю? А потом, когда посрать. Да, да, когда начинаешь заниматься, можешь просто посрать. Да, ты просто, когда приходишь реально в спортзал, ты такой, блин, я, наверное, так кринжово сейчас выгляжу, я такой красный. А потом, да когда устаешь, ты такой, да посрать, как я вообще выгляжу, мне лишь бы домой сейчас побыстрее свалить. И плюс ко всему, я не знаю, почему спортзал сделали таким местным, где, типа, все фотографируются, там, что-то выкладывают и так далее, потому что спортзал сам по себе такое место, что, блин, ты первые четыре, ты первые там четыре-пять упражнений делаешь, и ты думаешь, господи, вообще плевать, как я выгляжу, что у меня жопа вспотела, все вспотело. То есть, я тоже, когда иду в спортзал, я думаю так, как я выгляжу там, чтобы у меня там одежда была чистая, да, чтобы я более-менее выглядела как человек. А потом после трех упражнений ты видишь, что у тебя на башке какая-то жопа, видишь, что у тебя одежда вся помята, уже думаешь, ой, да господи, уже вся потом провонялась, пропиталась, и думаешь, ой, просто посрать. И поэтому спортзал, вот я до сих пор не понимаю, как люди сделали спортзал таким местом, где все фотографируются, выкладывают в инстукт. Фотографируются, когда только пришли у зеркала. Ну ладно, все, выключаем, включимся потом. Поэтому все, бай, а то мы так уже 20 минут болтаем. Базарим. Пяу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok